Регина Дубовицкая Однако мало кто знает, как складывается личная жизнь популярной артистки. Как оказалось, своего супруга Дубовицкая встретила еще в 17 лет. Тогда будущая звезда экрана познакомилась в поезде с Юрием Айвазяном, который был на 11 лет старше. Молодой физик тут же привлек ее внимание, но в то время о свадьбе Дубовицкая не задумывалась. В итоге Юрий и Регина продолжили общение и через некоторое время стали мужем и женой. Как признается телеведущая, главный секрет их крепкого брака – увлеченность каждого своим делом. Ведь пока Дубовицкая развивает свое юмористическое шоу, ее муж трудится во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических измерений. 85-летний ученый считается основоположником физического направления в области магнетизма и всю свою жизнь посвятил науке. Дубовицкая при этом не рассказывает поклонникам о личной жизни, она держит свой брак в тайне, а ее муж старается не появляться на публике, избегая такого внимания. В 80-е годы о Регине Дубовицкой узнала вся страна вместе с выходом на экраны программы «Аншлаг» началась эра популярности ведущей юмористического шоу. Ее могли не любить, могли посмеиваться над ее своеобразной манерой речи и смехом, но многие артисты и сегодня благодарны телеведущей, потому что «Аншлаг» открыл им путь на большую эстраду. Это она впервые познакомила зрителей с Владимиром Винокуром и Геннадием Ветровым, Еленой Воробей и многими другими. Сегодня Регина Дубовицкая почти не появляется на экранах, а поклонники всерьез обеспокоены ее исчезновением. Регине Дубовицкой 30 декабря 2022 года исполнило 79, и она настолько редко стала появляться на экранах, что по ней успели соскучиться даже те, кто ее критиковал. На самом деле телеведущая очень счастливый в жизни человек. Еще в 80-е она вышла замуж за Юрия Айвазяна. Их знакомство состоялось в поезде, когда Регине было всего лет 18. Она ехала к бабушке из Пятигорска в Сухуме, а соседнее место занимал очень приятный молодой человек, который уже предвкушал чудесный отпуск в Сочи. Юрий сразу же покорил девушку своим чувством юмора, а случайная встреча в пути привела к долгой и очень счастливой семейной жизни. Регина училась на четвертом курсе, когда вышла замуж за Юрия, а спустя два месяца после получения диплома родила дочь Луну. Переехав к мужу Менделеева, Регина Дубовицкая очень быстро нашла работу, а дочь растить ей помогали родители, которые вскоре перебрались в тот же поселок, чтобы быть ближе к дочери. Известная телеведущая признается, супругу всегда было с ней нелегко, потому что она подолгу пропадала на работе, да и в школе, где училась дочь, не была ни разу. Всегда родительские собрания посещал Юрий Возян. К тому же характер у Регины Игоревны далеко не ангельский. Она вполне может вспылить на ровном месте, правда быстро отходит, а потом сама идет мириться. Супруги вместе уже больше полувека и считают секретом своего семейного счастья увлеченность каждого своим делом. Юрий Макартичевич, физик, доктор физико-математических наук, профессор и основоположник физического направления в области магнетизма, он не представляет своей жизни без науки с пониманием относится к тому, что жена его совершенно не может существовать без телевидения. Аминь.